Здравствуйте, с вами компания Лесобаза РФ, меня зовут Сергей и сегодня поговорим о гидромаслах Реннер а именно, как красить без разводов и пятен Сегодня в нашем покрасочном цехе мы красим планкен для фасада и террасную доску в системе А что значит в системе? Давайте вместе с вами посмотрим И это будет правильный ответ на вопрос, как правильно красить гидромаслом Реннер Первый этап это шлифовка Правильно делать предварительную шлифовку двумя абразивами Сперва 80-е, грубо вскрываем дерево, а затем 150-м, выравниваем шероховатости Это можно сделать вручную, например на объекте, или же станком, как это делаем мы в цехе Затем в течение суток, пока поры древесины открыты, можно нанести грунт Время нанесения ограничено тем, что смолы могут снова заполнить поры, препятствуя проникновению грунтовки Грунт используем 101-й, такого же производителя Этап грунтовки обязательный Грунт выравнивает впитывающую способность древесине, антисептирует, продлевает вдвое срок службы покрытия Далее первый слой 300-го гидромасла Наносим равномерно по всей доске, а затем снимаем излишки ветошью Равномерно нанести можно и кистью, но излишки продукта удалить нужно обязательно, иначе пятна и разводы останутся Промежуточная шлифовка выполняется вручную с помощью 150-го абразива Вот таким бруском это делать удобно Шлифовкой мы снимаем поднявшийся ворс, делая поверхность гладкой и готовой к нанесению следующего слоя Если этапом промежуточной шлифовки пренебречь, то на ворсинках скатается окрашивающий пигмент В результате мы получим пятнистую, лишенную эстетики поверхность Итак, последний этап Нанесение финишного слоя гидромасла Реннер И что немаловажно, удалению ветоши излишков материала При соблюдении всех этапов вы получите не только эстетически привлекательную поверхность Но! 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 И заявленный срок службы гидромасла Редактор субтитров А.Семкин